Ты как барашка такая была, да? Мне кажется, когда я ходила, я звенела этими кудрями. В конце я смотрю на себя в зеркало, а у меня просто черный смохи, вот такие вот черные глаза. Я была в шоке. Всем привет, меня зовут Галя Ильина. Привет, я Маша Лузинская. И сейчас мы хотели бы показать тебе, как сделать макияж на выпускной. Ну что, начинаем с тонального крема, набираем на ручку, наносим на кожу. Я буду делать яркие глаза, но при этом сделаю более нюдовые, спокойные губы. Я пользуюсь тональным кремом, который для жирной кожи, Верластинг Синк. Я его вообще обожаю, но я все равно его закрепляю еще сверху пудрой, потому что все-таки в такой ответственный день кожа может проявлять жирный блеск. Я использую румяна вот в таком красивом розовом оттенке. Он очень естественно и натурально выглядит на лице. Можно также румян нанести на носик, немного на подбородок и остатками на кисточке пройтись по бровям чуть выше. Так макияж будет выглядеть более гармонично. Сейчас я делаю свето-теневую коррекцию, красиво корректирую скулы при помощи сухого скульптора. А над скульптором буду проставлять блики при помощи сухого хайлайтера. Ну что, я прокрасила брови помадкой для бровей. С помощью помадки можно дорисовать недостающие волоски, что очень удобно, и зафиксировать форму, сделать их более натуральными и естественными. Но при этом, видите, форма такая выразительная и красивая. Обычно я начинаю прокрашивать бровки с хвостика, потому что хвост, он всегда должен быть темнее, чем основание. Самое главное в проработке бровей движения должны быть короткие и прерывистые. Тогда бровь получится очень легкой и воздушной. Для глаз я буду использовать тени карандаш. У меня в красивых оттенках более темные и светлые. И также я их буду закреплять сухими текстурами, тенями Refill. Беру коричневый оттенок и затеняю внешний уголок, только подвижного века. Беру пушистую кисточку для растушевки теней. Обратите внимание, чтобы растушевка была плавная и чистая. Также прохожусь по внешнему уголку нижнего века. Немного дублирую на верхнее веко. И также растушевываю. Я закончила с карандашиком и дальше перехожу к сухим теням. Взяла кисточку двойную. Желательно, чтобы она была плотно набита для того, чтобы поставить акценты. То есть если вы хотите сделать растушевку, то берите кисточку более пушистую. Если же хотите поставить точку, акцент, то плотно набитую и маленькую. Набираю коричневые тени. Обязательно встряхиваю. Если вы вдруг боитесь, что у вас что-то осыпется, сначала красите глаза, а потом уже переходите к тональному средству. И затемняю внешний уголок. Я взяла карандашик посветлее и прохожусь по внутреннему уголку. Также прохожусь по подвижному веку. Дохожу до середины глаза и растушевываю кисточкой границы. Обязательно тени карандаш нужно закреплять сухими текстурами. Поэтому я выбираю тени в цвет карандаша и аппликативными движениями наношу их на веко. Это мы делаем для того, чтобы тени у нас не скатывались. Я наношу кремовые тени на всю поверхность подвижного века. Оттенок очень светлый, можно сказать, нейтральный. Хочу сделать акцент на губы, они будут яркими, поэтому глазам не буду уделять слишком много внимания. Я начала наносить карандаш Каял на межресничное пространство. И посмотрите, какой выразительный сразу становится глаз. Но важный момент. Нужно обязательно растушевать карандаш кисью и создать легкую дымку. Для того, чтобы не было очень графичного контура. Девчата, когда вы подбираете макияж глаз, обязательно отталкивайтесь от цвета одежды. Это очень важно. Если, например, у вас платье в более теплых тонах, то макияж я бы порекомендовала также делать в теплой гамме. Я очень люблю вытягивать глазик. Я считаю, что большинству девушек это очень идет. Такой взгляд получается лисий или по-другому называется кошечка. Обязательно кисточку ставьте по восходящему направлению, как будто вы тянете тушевку к виску. Тогда взгляд будет вытянут красиво. Я хочу рассказать вам один интересный прием. Если вдруг у вас осыпались тени под глазки на пушистую кисть, немножко консилера и как бы метелочкой смести все, что у вас насыпалось. Я перехожу к туши. У меня два продукта. Это тушь 5 в 1 и водостойкая. Я выберу тушь водостойкую, потому что я на своем выпускном пролила немало слез. И бывало такое, что тушь осыпалась. Поэтому лучше, конечно, воспользоваться более стойким продуктом. Я использую тушь Wonder Lash 5 в 1. Это универсальная тушь на все случаи жизни. Она и разделяет, и придает объем ресничкам. Я ее наслаиваю. Хочу, чтобы взгляд был прям активным, так как я не использовала много теней. Делаем губы. Я буду делать их более натуральные. Придам им немного пухлости, объема. Делаю это с помощью карандашика. Я сделала более четкий контур, поэтому мне его нужно обязательно растушевать. Я возьму кистичку для губ, только внутренние края распределяю. Я приступаю к завершающей стадии макияжа. Акцент будет на губах. Всегда, начиная с нижней границы, выстраиваю ровную площадку. Для того, чтобы губы смотрелись визуально чуть больше, мы можем заступить за контур буквально на 1 мм. После того, как я сделала нижнюю площадку, я продвигаюсь на верхнюю. А уже дальше прорабатываю уголочки. Именно по такой схеме вам будет проще выстроить симметрию. Я набираю плоской кистью, маленькой, язычковой, красную помаду. И начинаю плоскостью кисти наносить ее на растушеванный карандаш. Важный момент. Если у вас открыто декольте, обязательно все продукты, хайлайтер, румяна и скульптор стушевывайте на зону декольте. Ну что, вот наши образы и закончены. Я сделала акцент на глаза. У меня получился очень нежный и спокойный образ. У меня получился выразительный макияж с акцентом на губы. И такой макияж я посоветовала бы делать к более нейтральным оттенкам одежды. К черному платью, к белому платью, либо к серому. Хороших вам выпускных. Повеселитесь от души и будьте самыми красивыми. Пока-пока. И не забывайте подписываться на Арифлейм. Продолжение следует...